Продолжение следует... Ну и в этой статье приводится тоже пример с невозможностью в пирохан сформулировать подчиненную конструкцию, как она заменяется на... Лазерной указки нет? Нет, лазерной указки. Ну вот последовательность из двух простых предложений, я закончу ловить рыбу и я поговорю с вами. Ну, я условно буду в дальнейшем это называть сочиненной конструкцией. Это подчиненное, сложно подчиненное предложение, сложно сочиненное. Ну вот тут не принципиально, если тут какой-нибудь сочинительный союз, или тут стоит запятая, или... Ну, в устной речи там какие-то интенсионные вещи. Значит, условно будем называть это сочинительной конструкцией. Ну вот в этой статье, о которой я говорю, там приводится такого рода высказывание, что это единственный язык в мире, в котором отсутствует рекурсия, и что пирохан, если это действительно так, то он создает... Может привести к краху системы Хомского. Причем это пишет профессор лингвистики университета Осло, вот такой вот профессионал, африканист. Ну вот ключевой вопрос, который я хочу поставить. Отсутствие... Ну, давайте поверим в тех результатах, которые приведены. Значит, действительно, допустим, что отсутствуют подчинительные конструкции. Действительно ли отсутствие подчинительных конструкций означает отсутствие рекурсии, рекурсивных структур? Ну вот посмотрим русский язык. Мы можем с подчинительной конструкции, когда пожарю котлеты, поиграюсь с тобой. Ясно, что мы с таким же успехом можем сказать это и в другой манере. Вот пожарю котлеты и поиграюсь с тобой. И частица вот прекрасно заменяет подчинительный союз. А можно и без этой частицы вообще обойтись, чисто сочинительной фразой. Ну или вот такой классический пример. Вот кот, который пугает и ловит синицу, который часто ворует синицу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ясно совершенно, что вот такие вложенные многократно подчинительные конструкции мы не говорим и, собственно, даже и не пишем. Ни в устной, ни в письменной речи. Такой многократной рекурсии нет. Если нам потребуется как-то описать вот эту ситуацию, то, ну вот, видимо, мы скажем что-нибудь в таком духе. Этот дом построил Джек, его темный чуланик хранится пшеницей. Ну и вот, то есть набор простых предложений, связанных или разделяющихся наоборот, или запятыми, или даже точками. Ну, я опять-таки вот говорю о существовании или отсутствии рекурсии. В общем-то, наверное, участникам семинара про это уже надоело слушать. Ну, ясно, что доклады готовились участниками независимо друг от друга. Я не виноват, что я последний оказался. Давайте другой язык посмотрим. Пиджин русско-китайский. Вот я по Пиджину не специалист, но, например, в статье вот такой вот, опубликованной в трудах Ильи, утверждается, что в этом Пиджине отсутствуют сложные предложения и отсутствие... И также и сочинительные союзы отсутствуют. Ну, то, что сочинительные союзы отсутствуют, это совершенно не страшно, их можно запятой заменить. А то, что подчинительных союзов нет и нет таких сложных предложений, сложно подчиненных, ну, это означает, что пирохан все-таки не единственный язык, в котором нет вот этих сложно подчиненных вещей. И, по крайней мере, Пиджин тоже относится к таким языкам. Ну, Пиджин – это все-таки, безусловно, человеческий язык, да, в отличие от каких-нибудь там танцев пчел, скажем. И служит коммуникацией достаточно хорошо, скажем так. Ну, вот примеры. Фразы сначала на этом русско-китайском Пиджине, потом все-таки слова заменены на русские. Вот выглядит текст примерно таким образом. Меня раньше надо было спрашивать, запятая, а сейчас все забыла. Ла болит, кости в порядке, еле-еле хожу. Ну, и второй пример тоже в таком же стиле, то есть как набор простых предложений. Ну, конечно, можно считать, можно это называть, как Андрей Александрович предлагал, дискурсом, и тут усматривать риторические структуры, само собой. Ну, вот я пока это называю просто, значит, сочинительными конструкциями такими, длинными. Ну, вот можно показать, что последовательность предложений простых – это действительно рекурсия. Я на некотором таком псевдо-языке программирования эту идею выражаю. Вот, допустим, у нас есть некая последовательность мыслей, которой мы хотим выразить, файл h, и мы их хотим трансформировать в речь, файл g, выходной. Тогда процедура порождения речи выглядит так. Пока файл h наших мыслей, то есть наоборот так, если файл уже пуст, то есть нам нечего сказать, то тогда завершить выполнение процедуры. В противном случае, если нам есть что сказать, читать файл h, то есть мы вводим из файла h очередную мысль, обозначаем ее буквой x, и дальше мы эту x выражаем в звуковой форме, получаем некое y, и y выводится в файл g выходной. После чего мы снова обращаемся к этой же процедуре f. Вот тот факт, что мы внутри процедуры f обращаемся снова к f, это и означает с математической точки зрения рекурсии. Ну вот посмотрим, что Хомский сам говорил насчет базовых принципов своей теории. Язык – это рекурсивная процедура, которая генерирует бесконечное множество выражений. Ну вот, в частности, в такой книге, переведенной на русский язык. Здесь обратите внимание, ничего не сказано о природе этой рекурсивной процедуры. Вот как она генерирует это бесконечное множество выражений. При помощи сложно подчиненных конструкций или как-то по-другому. Ну и в минималистской программе последней реализации теории Хомского вводится базовая операция синтаксическая мерч «Сцепить», которая рекурсивным путем нанизывает элементы попарно. Вот она как раз прекрасно применима к этим сочиненным, нанизывающимся последовательностям простых предложений. Ну вот, давайте можем ввести такое понятие «Степень рекурсии». Это число последовательных операций рекурсии. И посмотрим, как она себя ведет на разных уровнях языка. «Степень рекурсии подчиненных конструкций». Ну вот, она не очень велика. Мы, ну, несколько можем вложить друг в друга, но не очень много. Единицами, видимо, исчисляется. То же самое относится к «Степени рекурсии» в морфологию. Ну, в русском языке очень немного можно аффиксов или окончаний навесить на корень. В аглютинативных языках, разумеется, побольше, но тоже, ну, уж не слишком много, скажем так. «Степень рекурсии именной группы». Ну вот, тут Светлана Анатольевна приводила пример с двумя или тремя прилагательными, которые могут модифицировать существительное. Андрей Александрович привел шуточный какой-то пример с танком, где на танк навешивается пять существительных. Ну вот я нашел пример, где навешивается на существительное пять прилагательных. Причем совершенно официальный, так сказать, пример Википедии. А российский, государственный, академический, большой, драматический. Это имеется в виду театр в Санкт-Петербурге имени Товстоногова. Ну и, кстати говоря, в Казани тоже есть театр, тоже с пятью прилагательными. И, в принципе, эти два театра нельзя охарактеризовать меньшим числом прилагательных. Будет какая-то очень важная характеристика их опущена. Но все равно вот такие вещи с пятью прилагательными подряд выглядят громоздкими. Что в устном, что в письменном тексте. Все равно. А вот степень рекурсии сочинительных конструкций практически неограничена. Если представить себе, что носитель пираха, скажем, хочет своему сыну рассказать о своей жизни, то, наверное, он не ограничится двумя-тремя-пятью простыми предложениями. Наверное, все-таки у него будет такой длинный дискурс, состоящий из большого числа предложений. Я не знаю, какая там социальная структура у пираха, но если у них есть какой-нибудь там вождь племени, и он захочет выступить с предвыборной речью, и у него такие же аторские способности, как у Фидели Кастро, то, наверное, тысячи и десятки тысяч простых предложений могут входить в вот такую длинную-длинную сочинительную конструкцию. Мне кажется, то есть в основном то, что я говорил, до сих пор хорошо коррелирует с тем, что говорили предыдущие докладчики. Ну вот, один из докладчиков говорил, что рекурсия вещь никчемная. Вот с этим я не могу согласиться. Мне кажется, что рекурсия все-таки действительно именно характеризующий человеческий язык свойства. Вот если вспомнить этот язык обезьян, о которых научили говорить, их неплохо научили понимать короткие предложения, ну и даже генерировать там тем или иным способом короткие предложения, но они не смогут генерировать и понимать какой-то длинный набор таких предложений. То есть кажется, что вот именно все-таки рекурсия хотя бы на уровне сочинения отличает человеческий язык от других средств коммуникации, скажем, обезьян. Таким образом, я считаю, что Пирохан отнюдь не опровергает теорию Хомского, скорее он ее подтверждает на уровне, по крайней мере, на этом уровне языка. Разумеется, теория Хомского не нуждается в моей защите. Почему я вот такое внимание уделяю именно рекурсии и вот небольшое замечание. Фундаментальная работа Хомского, с которой все его теории все пошли, первая была опубликована в 1957 году. То есть в этом году на самом деле юбилей теории Хомского, 60-летие. А 20 лет назад, в 1997 году, когда был 40-летний юбилей теории Хомского, то я проводил международную конференцию, посвященную именно 40-летнему юбилею генеративизма. Там было 400 участников, достаточно представительная конференция. Я опубликовал заметку в вопросах языка знания об этой конференции. То есть я являюсь таким, ну, горячим поклонником, что ли, теории Хомского и, ну, не мог пройти мимо нападок, тем более непрофессиональных нападок на его теорию. Ладно, пойдем дальше. Вот у меня в названии еще вынесен Риау. Один из диоректов Риау, Риау индонезийский, язык без грамматики. Его изучал Гилл вот в этой работе, которая опубликована, кстати говоря, в сборнике, посвященном 60-летнему юбилею Александру Евгеньевичу Кибрико. И в этой работе Гилл, значит, вот рассматриваются три таких измерения, пивоты по-английски в этой статье, ролевое измерение, флоу, дейксис. И утверждается, что Риау индонезийский – это беспивотный язык, то есть там ничего вот из этого нет. Ну, нет частей речи. То есть фактически нет грамматики никакой. Ну и надо сказать, что Александр Евгеньевич вообще очень высоко ценил Гила, его исследования. И вот в известной работе Александра Евгеньевича «Biong Subject and Objects, Linguistic Topology» от 1997 года вот эта классификация как раз приводится. И в качестве единственного языка, который может претендовать на статус пивот-лес, упоминается именно Риау индонезийский, со ссылки на Гила. Ну, с определенными оговорками, Александр Евгеньевич признает. Ну, значит, какие элементы грамматики там все-таки в этом языке присутствуют? А именно, там есть все-таки небольшой набор служебных слов, типа наших предлогов, скажем так, но он очень ограничен. И все остальные слова образуют один большой открытый класс. Никакой морфологии. Единственная грамматическая категория, которую Гил выделяет, это категория предложений. И все. То есть, в некотором смысле, ну вот, упоминалось четыре ключевых языка 20 века. Вот я думаю, что Риау индонезийский может претендовать на то, чтобы быть пятым таким наиболее знаменитым, что ли, языком 20 века. И в каком-то смысле он даже более удивительным, чем пирохан. Грамматики практически нет. Казалось бы, вот он тоже наносит очень серьезный удар теории Кумбского. Если грамматики нет, то, значит, ну рекурсии тоже нет, вообще ничего нет. Как тогда строить вообще теорию грамматики? Гил предпринял очень интересную попытку. В основе его попытки лежит, в общем, довольно простая идея. Надо построение универсальной грамматики, ну или универсального подхода к построению грамматики. Надо выбрать базовые категории, которые точно есть во всех языках. И некоторые простые операции, которые позволяют из этих категорий получать новые категории. Таким образом будет создаваться некий набор категорий. Ну, причем какие-то языки могут использовать какие-то части из этого набора категорий. Например, Ряо и Ноделийский используют меньшую часть. Какие-то языки вроде там русского используют большую часть категорий. В общем, генерируется некий набор категорий. Вот в этой работе 99-го года вот такую попытку предпринимает. Начальная категория у него одна единственная – S0. Ну вот, которую можно себе представлять, как категорию «Быть предложением». Ну и дальше некие операторы, которые позволяют… Вот оператор Slash, который строит из двух категорий новую категорию. Есть некое понятие ядра. И вот что наиболее интересно для темы данного доклада. Это есть операторы комбинации категорий, и в частности оператор A – Identity Combination, когда несколько элементов одной и той же категории объединяются в такую простую последовательность, и снова получается элемент той же категории. То есть, например, последовательность предложения – снова предложение. Ну вот, что он… Ну, кстати говоря, эта теория у него нетривиальная. Вот эти картинки я взял из его статьи. А, разумеется, я не собираюсь это объяснять. Это выходит далеко за рамки темы доклада. Ну, просто хочу сказать, что такая была попытка развития этой теории. Вот что он пишет про ряо-индонезийский в свете этой теории. Что почти все слова ряо-индонезийского имеют тождественное синтаксическое поведение, соответствующее вот этому S0. Почти все слова могут встречаться как полностью неэллиптические предложения в широком спектре контекстов. Далее любое S0-слово может быть комбинироваться с любым другим S0-словом. И вот с помощью этого identity combination, на который я обращал внимание, в результате получается многословное S0-выражение и так далее рекурсивно. Вот для меня принципиальным является слово рекурсивно. То есть, GIL тоже рассматривает вот эту операцию, когда мы последовательно располагаем ряд однотипных элементов, типа предложения, как рекурсивную операцию. Ну, таким образом, значит, вот это identity combination является рекурсивной операцией. И общий вывод, о котором я, собственно, уже говорил, рекурсивными являются не только подчинительные, но и сочинительные синтаксические отношения, присутствующие, видимо, в любом языке. А здесь пока еще и контрпримеров не построено. GIL посвятил массу сил описанию Ряо Индонезийского и вот этой своей теории. Но вот он сначала в 1994 году опубликовал статью, потом он, видимо, уехал в Индонезию, 5 лет его не было, потом он с 1999 по 2009, вот за 10 лет, опубликовал столько статей. И дальше я перестал следить, что было после 2009 года. Но что я хочу сказать в отношении этой теории, что почему-то она не привлекла внимание лингвистов, так можно сказать. То есть она не стала какой-то общепризнанной, во-первых. Во-вторых, она не оказала влияния на доминирующие теории. Она не повлияла на развитие ни хамскианского, ни когнитивной лингвистики, ни функциональной грамматики, ничего. Заключение. Сочинение является удобным, но необязательным элементом грамматики. Сочинение, являясь по своей природе рекурсивным, обеспечивает неограниченную комбинаторику языка по-хамскому. Перхан никак не будет крахом для хамскианской системы. Создание новой универсальной теории грамматики на основе данных Перохан, Реал и подобных экзотических языков представляется маловероятным. То есть доминирующие сейчас теории, по-моему, стоят. Спасибо. Спасибо.